Добрались мы до второй темы нашей программы, давайте перейдем к ней. Единый государственный экзамен в этом году претерпит очередные изменения. В нем не будет вопросов, проверяющих исключительно память о способности к зубрежке. Зато появится больше заданий на анализ информации, комбинацию разных методов решения задач. Школьникам потребуется опыт выполнения учебных исследований и проектов, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Впрочем, ЕГЭ никогда не был статичной материи, и он менялся постоянно с тех пор, как ровно 15 лет назад. Упоминание о нем появилось в законе об образовании. Проведение единого государственного экзамена ЕГЭ законодательно закрепили 15 лет назад, 9 февраля 2007 года. А в 2009 году его ввели в обязательную программу аттестации школьников по всей стране. Каждый год на основе опыта проведения экзамена он совершенствуется. В 2020 и 2021 годах ЕГЭ проводилось с учетом определенных особенностей. В 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации. ЕГЭ сдавали только для поступления в ВУЗ. В 2021 выпускники, которые не планировали поступать в ВУЗ в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. Опыт двух последних лет показал, что порядка 10% обучающихся, которые завершают обучение в 11 классе, не планируют поступать в ВУЗы. Подробнее о предстоящем едином госэкзамене поговорим с нашей гостьей в студии Екатерина Кошельникова, начальника отдела оценки качества подготовки обучающихся Министерства образования и науки Края. Екатерина Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим по традиции, наверное, уже о том, какой выбор, выбор каких предметов делают выпускники в этом году. Что-то, может быть, существенно поменялось, если сравнивать с предыдущими годами? Ну вот традиционно мы фиксируем рост числа участников по такому непростому предмету, как информатика, информационно-коммуникационные технологии. Этот экзамен с прошлого года сдается на компьютерах, в компьютерной форме. И если 5 лет назад мы еле набирали 500 человек, это менее 10%, то в этом году более 1000 человек, почти 18%. То есть, наоборот, не испугала эта форма, а даже добавила количество участников. Еще выросло число желающих сдавать иностранный язык. Вот английский язык, в том числе английский устно. У нас выросло тоже число участников. И такие предметы, которые раньше были непопулярны, сейчас тоже растет число участников. Литература и география. Но на первом месте традиционно остается общество знания. Этот предмет будут сдавать каждый второй участник единого государственного экзамена. На втором месте история. И на третье место вышла биология. То есть, мы ожидаем увеличения числа желающих стать будущими медиками. Вот интересно, да, как меняется предпочтение выпускников со сменой обстановки в мире, так скажем, и трендов. А вот впереди же досрочная сдача, да, ЕГЭ? Кто вот в эту волну будет? Давайте, когда начнется? 21 марта уже начнутся досрочные экзамены. Они продлятся до 18 апреля. Число участников небольшое, порядка 80 человек. В основном это выпускники прошлых лет. Для них предусмотрен такой этап. Два года мы его не проводили, потому что были установлены ограничения. В этом году мы возвращаемся в штатный режим. А что касается всех остальных, когда начнется основная волна сдачи ЕГЭ? В каких числах? В конце мая, с 26 мая по 2 июля. Это уже традиционно. И еще будет дополнительный сентябрьский период. Для тех, кто не смог сдать обязательные предметы, у них еще будет одна возможность. А какие-то ограничения коронавирусные будут ли? Потому что в прошлые годы, помнится, там действительно было все очень строго. В этом году также рекомендации Роспотребнадзора сохраняются. Это социальная дистанция, бесконтактная термометрия. Это дезинфекция всех помещений, где экзамены будут проходить. Организаторы все будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Это маски, перчатки. И в аудиториях тоже рассадка будет не такая часто с соблюдением социальной дистанции. То есть все вот эти мероприятия, мы их уже отработали в течение двух лет, они сохраняются и в этом году. То есть то же самое, что из прошлого года. Важный момент. Участники так готовятся, так волнуются. И вдруг, если в период сдачи экзаменов кто-то, допустим, заболел коронавирусной инфекцией, они потом позднее, как раз-таки в сентябре, смогут пересдать? Нет, там есть резервные дни основного периода в конце июня, в начале июля. И вообще мы рекомендуем, если вдруг чувствуете недомогание в день экзамена, лучше обратиться в медицинское учреждение. А экзамен сдать уже когда здоровье поправится, в специальный резервный для этого отведенный день. Хорошо, давайте о самих билетах тогда сейчас поговорим. Что там, какие вообще изменения, что изменилось? По всем предметам внесены существенные изменения. Информация об этом была заблаговременно размещена на сайте Федерального института педагических измерений. Ну и мы ожидали ее, потому что в этом году выпускники, это первый выпуск тех, кто начиная с первого класса уже изучал программы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. И это будет вот первый выпуск полный с первого по одиннадцатый класс. То есть экзаменационные задания, они приведены в соответствие под те программы, которые уже изучались обучающимися. Ну то есть выпускники имели возможность, те участники госэкзамена, которые вот сейчас будут сдавать, они имели возможность заранее подготовиться и понимать, какие задания их ожидают. Потому что мы же понимаем, что подготовка, она идет. Конечно, ежегодно размещаются так называемые демонстрационные варианты, есть описание работ. А в досрочный период каждый год Рособорнадзор публикует по одному варианту каждого предмета реальных заданий. Ну и изменения, они коснулись именно формулировок заданий. Ну, к примеру, было задание на вычисления по математике, а сейчас задача, где необходимо вот как раз эти же вычисления и применить. Результаты экзаменов когда будут известны? Ну вот результаты экзаменов в связи с тем, что это определенная технология, это бланковая технология, они приходят через 15-17 дней, если это основные дни, и чуть пораньше, там 10-12, если это резервные дни. Зависит от количества участников. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете на портале Госуслуг. Вот выпускники, то есть не родители, а именно сам участник экзамена. Мне кажется, тот момент, когда открываешь страницу на Госуслуг, и думаешь, что же там интересно, какой результат, наверное, волнение одолевает. Но желаем всем успеха, в любом случае, сдать только на максимальное количество баллов. Сейчас же бальность системы по-прежнему такая же сохраняется. 100-бальная система, за исключением математики базовой, там 5-бальность. Ну, а, кстати, прирастают 100-бальники, это тоже очень приятно, из года в год, прям больше и больше. Спасибо вам огромное за беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас была Екатерина Кошельникова, начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся Министерства образования и науки Края. Продолжение следует...